Приветствую вас, дорогие друзья, на программе «Возрождение» в цикле «Бог говорит». Мы поднимаем вопросы о том, как человеку, желающему знать волю Божью, найти каналы обретения информации от Бога. Мы задаем вопросы о том, каким способом Всевышний открывает свою волю для нашей жизни. И тема разговора сегодня – «Бог говорит через Библию». В самом начале я хочу предложить вам несколько тезисов, во свете которых пойдет речь сегодня о роли Библии для познания воли Божьей для человека лично. Во-первых, эта фраза, которую оставил известный англиканский богослов Джон Стот в своей книге «Постигая священное писание». Он пишет «Бог до сих пор говорит через то, что Он уже сказал». Иными словами, когда речь идет о Библии, которая почитается священным писанием, «Словом Божьим», она представляет собою актуальный, современный, насущный Божий призыв современному человечеству. Фраза «так говорит Господь» встречается в Библии более 500 раз. Это именно прямая речь Бога, обращенная к человечеству. Слово Божье, записанное в Библии, по своей природе представлено так. Послание к евреям, 4 глава, стих 12, говорит. «Ибо Слово Божье живо и действенно и острее всякого меча, обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Слово Божье живо и действенно. Потому, вне зависимости от того, сколько сотен и даже тысяч лет прошло со времени написания этих святых строк, по заявлениям Священного Писания, это Слово сегодня так же живо и так же действенно, как в тот момент, когда Господь его вдохновил написать. Второй очень важный тезис при исследовании темы «Бог говорит через Библию» заключается в следующем. Материал в Библию, материал в этот сборник из 66 книг, подбирался крайне избирательно. Речь идет вот о чем. Не все богодухновенные пророки писали. Было намного больше людей, святых, божьих мужей, праведных, которые удостаивались непосредственно прямого откровения свыше от Бога и получали пророческое слово. Но далеко не всем им Бог давал повеление записывать это слово. Среди указанных мною мы можем назвать Илью пророка, Елисея, Иоанна Крестителя и так далее, которые были вестниками от Бога, передавали его весть людям, но ничего не писали. Бог не счел нужным их слова, слова, которые Он послал через них человечеству, записать для будущих поколений. Во-вторых, далеко не все написанные под вдохновением Духа Святого книги вошли в Священное Писание. Не все богодухновенные книги вошли в канон Библии. Например, в книге «Числа» в 21 главе, в 14 стихе упоминается так называемая книга браний Господних. Из нее Моисей цитирует. «Она была в ходу, она использовалась и почиталась, как книга Божья. Слова, написанные в ней, были богодухновенными, но Бог не ввел ее в канон Священных Писаний». Мы находим также, например, в книге Иисуса Навина, в 10 главе, в 13 стихе, а также во второй книге Царств, в 1 главе, в 18 стихе, упоминание о книге Праведного. Книга Праведного, по тому, как она цитируется в Священном Писании Библии, также представляла собой богодухновенный документ. Однако он не вошел в канон Священных Писаний. В 1 послании апостола Павла Коринфянам, в 5 главе, в 11 стихе, есть такие слова. Апостол пишет «Я писал вам в послании». Он ссылается на какой-то документ, который ранее уже им был написан, но мы читаем из первого послания Коринфянам. И в первом послании, из числа тех, которые есть в каноне Библии, он пишет «Я ранее вам уже писал». И причем то, что он цитирует из своего послания, написанного ранее, первого послания в Коринф, видно, что наставление, которое он дал, ясное, определенно передает именно волю Божью. Это послание тоже не вошло в канон Священных Писаний. У нас есть пример из послания апостола Павла Церкви в Колоссах. В 4 главе, в 16 стихе, послание Колоссиным утверждает, что было написано апостолом Павлом, о чем он пишет сам и упоминает, еще послание и Владикийскую Церковь, которое апостол говорит, надо прочитать и в Церкви в Колоссах. Однако послание к ладийкийцам тоже не вошло в канон Священных Писаний. Таким образом, мы узнаем, повторюсь, что не все богодухновенные пророки писали, не все написанные богодухновенные книги вошли в канон. Соответственно, Бог, создавая канон Библии, подходил к материалу, который Он решил оставить на будущие поколения, очень и очень избирательно. А все, что осталось, все, что написано, написано со следующей целью. В Евангелии от Иоанна, в 21 главе, 25 стихе, читаем следующее. «Многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Только лишь небольшая часть того, что делал Иисус Христос, записано в Евангелиях. И вот теперь цель. Евангелие от Иоанна, 20 глава, стихи 30 и 31. «Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге сии. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Бог далеко не все записал. Бог далеко не все повелел записать. А то, что было повелено для записи, а то, что вошло в канон священных писаний, написано для того, чтобы оно имело практическую цель, чтобы оно было полезно грядущим поколениям. В послании к Римлянам в 15 главе в 4 стихе написано «А все, что писано было прежде, написано нам в наставлении, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». Схожие слова есть в 1 послании к Коринфянам в 10 главе в 11 стихе. «Все это происходило с ними как образы, а написано в наставлении нам, достигшим последних веков». Итак, Библия, которую мы читаем с вами в качестве Слова Божия, есть, по сути, очень концентрированный документ. Это буквально выжимка из всего того, что можно было сказать, что можно было сообщить, что можно было написать. Это информация чрезвычайной важности. Бог оставил только то, что имеет надвременную, вечную ценность. Бог оставил только то, что обязательно нужно знать, что имеет неприходящий смысл и актуальность на все века. В Священном Писании вот эта мысль о надвременной природе Слова Божия отражена неоднократно. Читаем, например, в книге «Псалтирь» в 118 главе стих 89. «На веки, Господи, Слово Твое утверждено на небесах». На веки утверждено Слово Божье. И оно, будучи утверждено на небесах, продолжает совершать свое действие и быть весьма актуальным и здесь, на земле. В первом послании Петра, в первой главе в стихах 24 и 25 есть схожие слова. «Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал, но Слово Божие, но Слово Господне пребывает вовек, а это есть то Слово, которое вам проповедано». Итак, это были главные тезисы, которые само Священное Писание предлагают в помощь нам для осмысления цели Библии, для осмысления природы Священного Писания. Зная это, сформировав соответствующее отношение к Библии, сообразно тому, как она сама себя постулирует и представляет, мы можем теперь задать вопрос о том, как же использовать Библию для того, чтобы знать волю Божью для себя конкретно, на каждый день жизни. Есть, к сожалению, очень поверхностный подход в попытке узнавать волю Божью для человека. Суть его заключается в следующем. Человек берет Священное Писание, закрывает глаза, открывает книгу и указывает перстом на какое-то место. Потом смотрит, что же мне попалось? «Правда прямодушных спасет их, а беззаконники будут уловлены беззаконним своим». Ага, значит, мне нужно говорить открыто, прямодушно, без каких-либо прикрас. «Скажу, как есть». И так далее. То есть, суть заключается в том, что люди пользуются Библией как цитатником и верят, что если они вот таким вот образом, естественно, помолившись перед этим, указав перстом наугад, попадают на какое-то место Слово Божье, значит, это и есть Божий глаз к ним. Как можно оценить подобный метод использования Слова Божье для того, чтобы узнать Божью волю? Думаю, ответ на этот вопрос можно будет более обстоятельно сформулировать после хрестоматийного примера, который я сейчас хочу привести. Рассказывает о том, как один человек желал узнать волю Божью и решил использовать указанный мной метод. И он открыл несколько мест Священного Писания к ряду. Первое, которое ему попалось, это Евангелие от Матфея, 27 глава, 5 стих. Там написано, «И, бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и удавился». Человек в недоумении задает вопрос, «Что же Господь хочет мне этим сказать? К чему Он меня призывает? Неужели на самом деле нужно повторить то, что сделал Иуда?» Текст этот ему не очень понравился, потому он решил сделать это еще раз. И второе место, которое ему открылось, это было Евангелие от Луки, 10 глава, стих 37. «Тогда Иисус сказал ему, «Иди и ты поступай так же». В ужасе человек вновь взмолился Господу и открыл третье место священного Писания, которым оказалось, Евангелие от Иоанна, 13 глава, стих 28. И вот там вот в этом 27 стихе 13 главы Евангелие от Иоанна написано, «Тогда Иисус сказал ему, «Что делаешь, делай скорее». Представляете, как ясно воля Божья была изложена? То есть, вышел, пошел и удавился, «Иди и ты поступай так же, и что делаешь, делай скорее». Думаю, не стоит комментировать опасность такого подхода к использованию священного Писания. Это весьма поверхностный и, в общем-то, суеверный метод. Слово Божье открывает перед нами иные возможности и иные горизонты использования. Библия предлагает нам в первую очередь хорошо и основательно узнать священное Писание, прочитать Библию, прочитать ее несколько раз, исследовать ее, изучать священное Писание, познавать волю Божью, достичь цели хорошо знать Писание. В послании к евреям в 5 главе в стихах 13 и 14 этот процесс описан так. «Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственно совершенным, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла». Когда человек является духовным младенцем, когда он только начинает исследовать священное Писание, он многого не знает, он может только лишь азы осваивать. Это называется молоком. Но по мере духовного возрастания, по мере углубления в Слово Божье, он теперь в состоянии вкушать и более твердую пищу. И цель заключается в достижении зрелости, которое описывается так. «Чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла». Это можно уподобить освоению любого нового навыка, освоению любой профессии. Очень часто бывает так, что человек, впервые попав на место своей будущей работы, приходит буквально в ужас от обилия информации, которую ему необходимо знать. Ему кажется, что он никогда не справится, что здесь слишком много правил, слишком много предписаний, слишком много требований. Но проходит время, и он становится специалистом. Это означает, что спустя некоторое время, благодаря многократному обращению к этим документам, благодаря притворению этих знаний на практике, он делает все автоматически, не думая. Это становится частью его природы. У него чувства навыкам приучены. И вот это как раз Божья цель. Священное Писание призывает нас к тому, чтобы нам настолько хорошо знать волю Божью, выраженную в Библии, чтобы мы могли пропитаться буквально этим словом, чтобы всякая ситуация жизненная не ставила нас в затруднение, чтобы мы могли тут же в памяти отыскивать ту часть воли Божьей, которая имеет отношение именно к этой ситуации. Бог говорит через Библию, для того, чтобы Библия стала частью нашего мировоззрения, нашего опыта, наших чувств, нашей непроизвольной реакции. И для этого, конечно, необходимо посвящать Слову Божию время, как написано в посланиях апостольских, «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Исследовать Священное Писание, получая при этом радость, узнавая новые горизонты воли Божьей – это большое благословение. Как и сказано в книге «Псалтирь», в первой главе, в первых двух стихах, «блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа, воля его, в подлиннике радость его, отрада его, и о законе его размышляет он день и ночь». Схожие описания мы находим в книге «Псалтирь» в 118 главе, стих 97. «Как люблю я закон твой, весь день размышляю о нем». Дело в том, что поскольку Библия – это книга Божья, книга святая, книга живая, поскольку это книга жизни, исследование ее «Очень не похоже на изучение скучных и нудных трактатов или целых сводов кодексов правил поведения. Это удовольствие». Но это удовольствие начинает чувствовать и обретать только тот, кто посвящает этому процессу исследования Слова Божия достаточно времени. Теперь, рассмотрев эти базовые вопросы, мы можем перейти к исследованию того, что я называю алгоритмом принятия решения на базе Священного Писания. Дело в том, что у каждого из нас есть вопросы, на которые нет прямых, непосредственных ответов в Священном Писании. Например, куда пойти учиться, поступать ли в лингвистический университет или в духовную семинарию, покупать автомобиль отечественного производства или иномарку, покупать частный дом или квартиру и так далее. Как знать, в чем именно конкретно воля Божья для меня в это именно время на основании Священного Писания? Вот предлагаемый алгоритм. Первое. Мы ищем в Священном Писании принципы. Принцип по определению это неизменный постулат. То есть это воля Божья для всех, всегда и в общем. Например, люби ближнего своего. Это принцип. Это верно всегда и везде, во всех обстоятельствах. И мы находим в Священном Писании принцип, имеющий отношение к нашему вопросу, к нашей проблеме. Во-вторых, мы ищем в Священном Писании конкретные правила. Правила – это закон, это конкретное предписание, это воля Божья для меня сейчас конкретно. В Библии много таких предписаний. Например, при общем принципе «люби ближнего твоего как самого себя» заповедь будет, например, «не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». Это конкретное правило, это конкретная заповедь, вытекающая из этого общего принципа. Далее, мы ищем в Священном Писании примеры. Примеры, которые именно на нашу тему, где именно этот вопрос или очень схожий вопрос решался героями Священного Писания. Говоря о примерах, нам важно помнить, что в Библии есть два вида, две категории описаний и примеров жизни героев, отраженных на страницах Библии. Первая категория – это примеры позитивные. они даны нам для наставления. Это рассказ о том, как следовало бы и нам поступить в подобной же ситуации. Например, мы читаем в послании к евреям в 6 главе в 12 стихе так. «Желаем желаем, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тема, которые верою и долготерпением наследуют обетование». В Библии есть очень много чудных примеров. Примеров, которые рассказывают о том, как поступал Моисей, как поступал Иисус Навин, Давида, Исайя, пророк, и так далее, и так далее. Сам Иисус Христос, апостолы Его, первые христиане, и прочее. Это примеры для подражания. Написано, дабы вы подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование. Однако, надо предостеречь о том, что далеко не все примеры в Библии являются примерами для подражания. Вот что мы читаем, например, в Первом Послании Коринфянам в 10 главе в стихах с 6 по 10. «А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на зло, и как они были похотливы. Не будьте так же идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано «Народ сел есть и пить и встал играть». Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя». То есть Вященное Писание в апостольских книгах предостерегает о том, что написанное ранее далеко не всегда представляет собой идеал для подражания. Наоборот, сказано, не поступайте, как они, не делайте так, не повторяйте их судьбу. Это тоже примеры, но примеры того, как не следует поступать. И здесь нам чрезвычайно важно предостеречь касательно того, что в Библии далеко не всегда дается оценка тем или иным поступком людей. Далеко не всегда говорится «и зло было в очах Господа то, что он сделал». Далеко не всегда говорится «и Господь посчитал это грехом или неугодно было в очах Божьих». Некоторые, например, рассуждают, прочитав, что Ной после потопа выпил вина, опьянел и лежал обнаженным в шатре своем следующим образом. Ной был праведен, говорят они, Ной пил вино до опьянения. Вывод «Я тоже буду праведным, когда буду увлекаться и усердствовать в употреблении алкогольных напитков». Есть примеры для подражания, а есть примеры в качестве предостережения, и нам нужна мудрость для того, чтобы делать правильный выбор. Потому очень важно иметь ту самую базу, о которой мы говорили. Мы ищем вначале принцип, неизменный постулат, мы ищем конкретные указания, конкретные предписания, и только во свете этих первых двух мы можем знать, это пример был отрицательный или положительный, так нужно делать, или, напротив, этих ошибок повторять нельзя. Сегодня мы говорим о том, как услышать голос Божий. Священное Писание говорит, Бог уже сказал. Библия сообщает нам о том, что уже было сказано, что уже было дано. Бог продолжает говорить через то, что Он уже давно сказал. В Библии есть очень много конкретной информации о воле Божьей. Для нас лично на каждый день, на каждую ситуацию намного больше, чем принято полагать. Пользуйтесь этим драгоценным источником. В отношении того, провожать ли человека только лишь до порога или чуть дальше, в отношении того, что есть, а что не есть, в отношении того, что допустимо до брака между юношей и девушкой, а что нет. И на многие, многие другие вопросы в Библии есть конкретный ясный ответ. Бог говорит через Библию. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова